Ух ты! И снова я, Александр Криволад Печенеги. Ребята, вот штамповое дерево, или как его еще называют, малиновое дерево Крепыш. Сорт Крепыш был получен в 2000 году. Побеги у майоного дерева толстые и мощные. Не гнуться ни под тяжестью сильного ветра, ни под весом урожая. Средняя высота малинового дерева Крепыш 1 метр 80 сантиметров. Нашего малинового дерева только 70 сантиметров. И то мы его посадили только в этом году, в 2019 весной. Малиновое дерево не нуждается в опорах и прочей поддержке. Максимум, что требуется для кустового способа высаживания, ограждения. Малиновое дерево Крепыш средний сорт. Ягоды созревают на прошлогодних ветвях. Урожайность хорошая. С одного растения можно получить до 4 килограмм плодов. До 4 килограмм ягод можно получить с одного малинового дерева. Малина крупная, насыщенно-красного цвета, аккуратной формы, кисло-сладкого вкуса. Созревшие ягоды без труда отделяются от плодоножек. Сорт устойчив к низким температурам, до минус 30 градусов. Малиновое дерево Крепыш обладает отменным здоровьем. Редко порождается болезнями и вредителями. Особенности сорта малинового дерева Крепыш. Каждую весну малиновое дерево Крепыш дает небольшое количество новых побегов. Однако они в первый год не цветут и не будут ягод. Ягоды появляются лишь на второй, третий год. Зрелые плоды не осыпаются в светок, что значительно обличает уборку урожая. Ребятка, не ждите быстрых результатов, если вы посадили плодовое, если вы посадили малиновое дерево. Плодоношение начинается на второй, третий год. А полноценный урожай вы можете собрать лишь на пятый. Малина красивая, душистая и очень вкусная. Созревает неравномерно. Малиновое дерево Крепыш не терпит повреждений, веточек. Если вы по своей неосторожности сломали стебель, срежьте его на пару сантиметров ниже облома. В противном случае ваше растение может погибнуть. Старайтесь без надобности не пересаживать малиновое дерево Крепыш. Для дерева это сильный стресс. На восстановление плодоношения потребуется два года. Как сажать малиновое дерево Крепыш? Сажать малиновое дерево на ровных солнечных участках, защищенных от ветра. Почву тщательно перемешивать, перекапывать и перемешивать с перегноем и золой на глубину не менее 20 сантиметров. По поверхности на землю разбрасывайте песок. Одно ведро где-то на 1-2 метра. Лучшее время для высаживания это март-апрель или сентябрь-октябрь. Уход за малиновым деревом Крепыш стандартный. Особое внимание уделять поливам. Особенно в период плодоношения обязательно нужно удалять сорные травы и корневую поросль. Малиновое дерево Крепыш штамбовое, неремонтанное. Малиновое дерево Крепыш не имеет шипов. Самое главное, ранней весной нужно обрабатывать растения бордовской жидкостью. И проблем не будет. Успехов вам, ребятам, в выращивании малинового дерева. Ну все, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволат. Печенеги. Пока-пока, ребят. Продолжение следует... Продолжение следует...